С целью разъяснения послания президента страны и депутат Сената парламента Дюсенгаза Мусин в ходе рабочей поездки посетил Жарминский район. Здесь народный избранник побывал на социальных объектах и встретился с местными жителями. В первую очередь сенатор встретился с жителями района Сулхбулак. Главной темой встречи стало нынешнее послание президента. Дюсенгаза Магауянович подчеркнул, что рост доходов населения приведет к повышению качества жизни. Также он остановился на вопросах использования бюджетных средств и повышения качества образования. Далее народный избранник встретился с коллективом и учащимися технологического колледжа города Шар. Во время беседы со студентами Дюсенгаза Мусин подчеркнул, что в послании главы государства особое внимание уделяется молодежи. Огромная задача ставить огромную роль нашей молодежи. Я сегодня встретился со многими молодыми специалистами разных направлений, разных отраслей. Они понимают, они поддерживают. В ходе рабочей поездки сенатор также посетил среднюю школу имени Турсынова. Учебное заведение, рассчитанное на 320 мест, соответствует всем современным требованиям. Во время разговора со школьниками Дюсенгаза Мусин отметил, что ребята должны хорошо знать английский язык и при выборе профессии уделять внимание инженерным направлениям. Также на встрече учителя поделились своим мнением по поводу принятия закона о статусе педагога. Мы уверены, что если будет принят закон о статусе педагога, то обладатели Алтынбельгы и аттестатов особого образца непременно свяжут свою жизнь с педагогикой. Дюсенгаза Мусин, в свою очередь, сказал, что предложение главы государства будет обсуждено депутатами Верховной Палаты и они уже готовы к принятию данного закона. Мы должны освободить учителей от работ, которые они не обязаны выполнять, поднять их уровень образования и профессиональной подготовки, дать им больше времени для подготовки к занятиям. Я считаю, что законопроект будет подготовлен в плане таких комплексов мероприятий, как повышение заработной платы, создание жилищных условий и других не менее важных вопросов. Далее депутат Сената ознакомился с работой отделения показаний социальных услуг. Ими здесь пользуются не только лица с ограниченными возможностями, но и одинокие пожилые люди. Также Дюсенгаза Мусин принял участие в торжественном открытии школьного спортзала в селе Сулусара. Сенатор подчеркнул, что такие необходимые для детей объекты способствуют развитию здорового поколения.